всем огромный привет сегодня буду тестировать новые помады от герлен из коллекции кис-кис и хочу свочить их на губах также проверить стойкость и кое о чем с вами поболтать что-то мои размышления на тему чисто косметических видео пришли к тому что мне хочется больше разбавлять их болталками обсуждать параллельно с нанесением каким-нибудь интересной темы так чтобы это было приятно и для глаз и для души и для ума сегодня помимо проверки всех помад на мне видите у меня даже по этому поводу не накрашены губы я с вами хочу поделиться мыслями на тему своих самых грубых ошибках в обзорах одежды и косметики расскажу какому выводу я пришла и что больше никогда не буду делать и не советую делать другим хочу начать с тестирования вот таких вот помад и поначалу скажу свое мнение по поводу флакончиков не вся косметика из этой серии выглядит так шикарно поэтому хочется отдельно отметить именно дизайн и насколько все это дорого смотрится и тяжело ощущается в руке как будто бы не пластик потому что для пластика все это довольно тяжело очень красивый цвет это золото ну знаете такое довольно холодно не цыганское китайское золото не желтушно сама упаковка данная такая рельефно в то же время минималистично но если бы это что-то было такое монолитно гладко но бы не так интересно не смотрелось первый оттенок у меня такой красно-бородово-коралловый достаточно сложным потому что здесь есть вроде бы теплый потом прям не терпится мне нанести на губы потому что в последнее время мне стало казаться что яркие оттенки мне очень идут но так как у меня не огромные губы иногда это подчеркивает то что они небольшие поэтому в каждом конкретном случае надо смотреть отдельно у нее острый кончик поэтому есть шанс даже обойтись без карандаша но что касается этого цвета мне кажется это такой классический красно-коралловый губы по моему не уменьшает хотя я прорисовала четко по контуру смотрится довольно благородно в целом она наносится очень кремовая единственное я бы отметила отсутствие одушки какой-то выраженной честно говоря у меня косметика гирльен ассоциируется в том числе с ароматами фиалки в общем какими-то цветочно-восточными что-то такое нежное женственное но вполне себе заметно здесь одушки нет совсем и такое чисто помадно-кремовый аромат для меня это маленькая разочаровашка потому что я люблю ощущать аромат косметики то здесь нет одушки но аромат все равно есть так как вот это вот видимо основа помада она имеет свой запах я думаю все знают как пахнут помады которые ничем не пахнут но возможно для аллергиков и для тех кто очень чувствителен к запахам это плюс оттенок номер два это такое коричнево-красный называется wild план при первичном нанесении кажется такой немножко твердовато но при прииск косновении губам начинает прям подтаивать мне кажется выглядит помада на губах светлее чем в тюбике те на который я бы носила тогда когда мне хочется чтобы в глаза не бросались красные губы вообще именно этот элемент моего лица но в то же время чтобы он был выделен и смотрелся довольно ярко так вот ребята я хотела поделиться мыслями на тему обзоров а именно тем что раньше у меня был такой подход все что мне присылают я свочу на себе особенно если это продукты для разных частей лица мне это никак не смущало я делала оговорку да что зачастую блогеры они не выбирают типы продуктов оттенки им высылают определенный пиар набор либо какие-то новинки либо то что есть в наличии либо в принципе специфические продукты и как бы не всегда задача блогера это прям во что бы то ни стало показать продукт в исключительно выгодном свете свете и только в той комбинации других продуктов где он будет смотреться максимально выигрышно потому что иногда это требует тогда для каждого продукта делать свой специфический макияж а если ты снимаешь отдельное видео про марку то ты комбинируешь средства в том порядке и в том сочетании в которое тебе прислали соответственно даже когда 10 раз скажешь что я не выбирала вот мне прислали заранее оповести что эти оттенки тебе не идут я их наношу просто для того чтобы продемонстрировать как это может смотреться вот именно в том способе применения как это делаю я все равно если вдруг реально оказывается что цвет тебе не подходит многие потом начинают якорить сочетание тебя именно этого оттенка писать о том что блин как ты могла сделать макияж вот с этой металлической помадой ты что же не видела что ты похожи на за жанну агузарову самый яркий пример это видео про косметику essence где я просто 20 раз подчеркнул что я не ношу такой оттенок а то что он мне не подходит я наношу просто ради науки можно сказать в общем я пришла к выводу это не единственный пример скажем так из последних был у меня самый яркий что нельзя демонстрировать на себе то что тебе не идет потому что так получается что люди очень выборочно слушают и запоминают самые яркие моменты вы будете ассоциироваться вот с этими неудачными образами это металлическая помада которую вам не идет и никто не вспомнит что вы 20 раз сказали ребят ребят я просто свочу это все забудут будут помнить вот этот вот результат и сейчас нанесу вот этот нюдовый оттенок он называется crazy nude это прям такой классический коричневый с чуть-чуть красноватым подтоном я не ношу обычно такие оттенки они круто смотрятся на пухлых губах кстати смотрите я вот крашу и он очень хорошо в цвет я имею ввиду сливается с оттенком губ то есть у меня середина уже конкретно прокрашена это особо и не видно вот такой цвет получается это еще более облегченная версия чем предыдущий вариант потому что видно что губы на лице есть но они не смотрятся вызывающим ложится очень нежно и на губах чувствуется как бальзам нет стянутости вообще хотя цвет как вы можете видеть скорее матовый но он знаете такой прям не резиново-матовый а в нем нет прям какого-то выраженного глянца сейчас буду удалять этот цвет и продолжим в общем я тоже самое наблюдала с примерка одежды одно время я замечала то что многие блогеры в принципе не надевают на себя то что говорят мне не понравилось качество мне этот фасон не идет или там на мне эта вещь несколько маловато или большая как дело я и думаю это же не информативно зрители же хотят видеть все своими глазами я все надену и при этом я думал что достаточно предварительно сказать ребят мне вещь не понравилась носите ее не буду и заказала ее потому что она на сайте на модели смотрелась абсолютно иначе и я рассчитывала на другой результат но это не работает ребята никто не запомнит ваши предварительные оправдания все запомнят картинку только в случае если вы считаете что можно хоть как-то вытянуть хоть маленький плюс так чтобы этот используемый продукт несколько украсил ваше лицо его имеет смысл примерять на себя иначе вы раз за разом запоминаетесь не своими лучшими работами а в частности том что за что проще всего зацепиться мозгу как бы что вызывает самый бурный всплеск эмоций типа а какой ужас где ты это нашла каким местом ты сюда влезла и это запоминает это работа от минус репутации и в принципе ассоциациям с вами вот если вы хотите ассоциироваться с чем-то красивым вкусным не знаю подобранным сознанием дела да с тем что идет вам очень исключительно выбирайте именно продукты которые вы демонстрируете на себе всякие там оправдание вообще не работают и последний оттенок прям яркий коралловый мне кажется самый яркий из всех ну как вот он не прям вычурно-вульгарные да а вообще сам по себе он довольно светлый поэтому они смотрятся прям совсем таким провокационным очень интересно как он будет смотреться на губах мне нравится что это все-таки не морковный не желтушный прям теплый теплый а с розовым подтоном вот эта помада мне кажется даже более выражена матовая чем предыдущие потому что у нее прям сразу какой-то пудровый финиш что радует наносится она абсолютно не плешивит хотя матовые помады иногда любят неравномерно распределять пигмент вот так вот смотрится если прям под макросъемкой приглядываться то видны как будто частички пудры то есть вот этой матовой текстуры которая как бы берет видимо на себя какой-то возможный блеск потому что основа помады все-таки это нечто довольно питательное и жирное и соответственно дает блеск здесь его не допустим сейчас вот так как у меня одежда темная темный чокер и еще фон такой темноватый очень мало цвета в кадре он прям вносит какой-то изюм и цветовой акцент кстати что касается вот этих вот моих наблюдений я честно говоря сначала думала даже отдельное видео об этом снять и рассказать про сенсацию которую я на своем опыте смогла обнаружить но так как я недавно читала книгу парабеллума как стать гуру что такое и я рассказывала ранее и в своих фаворитах так вот там есть очень яркий такой акцент все книги которые лично меня зацепил что нельзя ставить под сомнение даже в шутку свои навыки которые непосредственно связаны с вашей профессиональной деятельностью с вашей экспертностью и мне кажется это вот знаете прям параллельно идет с тем что он наблюдая потому что можно высмеивать просто как-то подшучивая да над собой я криворучка я ужасно крашусь не знаю там у я вообще не умею косметика пользоваться и при этом рассчитывать что вам косметические компании будут что-то на тест присылать когда вы сами над собой в этой сфере издеваетесь но это странно а можно как бы прямо не шутить но просто демонстрировать на себе все что вам крайне не подходит и будет постоянно ужасный результат и в частности кто-то будет думать что это потому что вот вы совершенно не умеете этим пользоваться да но все-таки на себя упорно это наносите и соответственно любой продукт который вам в руки попадает он обречен просто на ужасную демонстрацию и антирекламу если вы этого не хотите просто не демонстрируйте это на себе с какими бы поправками вам не хотелось это сделать что касается стойкости да в принципе ну я бы не сказала что помада очень стойки но они определенные оставляют все равно часть пигмента на губах то есть губы не такие как вот если удалять абсолютно не стойку помаду немножко все-таки кожа окрашивается и даже если вы полностью помаду съедите или удалите губы все равно смотрятся более яркими и такими как после легкого тинта теперь кремовые вот такие помады которые выглядят форме блесков то есть здесь есть аппликатор на палочки и три разных оттенка я хотела бы сначала отметить упаковку на контрасте вот с помадами на конечно смотрится гораздо более такой бюджетной спокойной и учитывая что стоят они как люкс оба продукта да ну у меня герлем в том числе ассоциируется именно с роскошными упаковками с какими-то металлическими более тяжелыми которые всегда привлекают внимание если ты в публичном месте поправляешь макияж так вот здесь упаковка сильно проигрывает вот это это такой классический ну пластиковый вариант да есть градиент цвета то есть дизайн у нее как бы продуман здесь есть контрастный такой логотип что все знали какая именно у вас помада но все-таки вот не хватает тяжести в руках и какого-то металлического холодка первый оттеночек у меня как мне кажется нюдовые этот цвет прям светло-коричнево-розовый наносится он прям как бальзам реально вообще очень масляно жирненько но при этом практически сразу превращается в матовую помаду естественный нюдовый если вы хотите натуральные губы только лучше чтобы они практически вообще не выделялись лица то есть она не выбеливает их не как замазка действует не выравнивает по оттенку с тоном кожи остальное да но они как бы есть но кажется что они на практически не накрашен то есть выглядят аккуратненько и за счет вот этой масляной текстуры приглаживаются шелушением очень комфортно на губах тоже несмотря на то что я сейчас уже несколько раз воспользовалась мицелляркой губы не пересушены я еще хочу делать сводч на руке именно этой помады в конце мы посмотрим после застывания как она будет противостоять процессу размазывания 2 оттенок тоже похож на нюдовый но он более розоватый то есть это цвет пыльной розы не очень тоже естественно нюдовый но уходящий не в коричневый а знаете в такие юношеские гумбы когда еще свой пигмент абсолютно розовый я раньше обижала такие теньки для меня это был идеальный розовый не барбишный и не яркий смотрите очень нежно выглядит так элегантно наверное буду носить его тогда когда мне не хочется заморачиваться с контуром как-то прорисовывать его активно но в то же время чтобы губы на лице были видны и последний цвет это красно-бордовый видите сразу хотя нанесла там два штриха он контрастирует с оттенком естественных губ вот так смотрится этот цвет на губах да он самый яркий единственное мне кажется его было бы неудобно наносить без карандаша вот я сейчас попыталась это сделать потому что она во первых а у него довольно мохнатенький спонжик и некоторые волосинки при прочерчивании контура как бы в разном бой начинают торчать и поэтому есть шанс сделать себе несколько параллельных линий за контуром которые круче делать карандашом тогда в центре просто закрасить основную часть губ и таким образом вот эти вот ворсинки не смогут вам сделать ненужные штрихи за пределами это тоже красный но с коралловым подтоном и теперь осталось только посвочить палетку киски она выглядит как кремовая помада которую нужно наносить кисточкой которая входит в комплект в общем с одной стороны она скошенная такая довольно плоская и с другой видимо для заполнения основного цвета закругленная мягче мне кажется что во многом эти цвета дублируют те что я уже показывала плюс-минус но давайте сейчас это проверим значит первый оттенок это видимо база какая-то потому что он смотрится видите как корректор для губ просто вот так вот и скорее всего нужен для того чтобы максимально реалистично передавался цвет помады чтобы естественный ваш пигмент губ не мешал ему отображаться и соответственно чтобы помада дольше держалась потому что по ощущениям да это прям вот классический праймер такой муссовый немножко силиконовый возьму первый оттенок вот этот вот который занимает большую площадь и буду двигаться вот сюда ближе к базе я набираю довольно но такими надавливающими движениями и я не скажу что помада очень пигментирована то есть она все таки полупрозрачная скорее тоже такая матовая но по пигментации она уступает предыдущим всем потому что смотрите наносится полупрозрачно хотя здесь в палетке она довольно ярко мне кажется вообще можно спокойно наносить пальцем знаете если руки чисто это такой вариант когда можно сделать эффект зацелованных губ и не добиваться прям четкого четкого контура вот в моем случае мне кажется губы смотрятся более пухлыми так все это довольно мило при перетекло за контур в общем я так ходила например оттеночек номер два посередине это прям такой выраженный коралловый но что-то мне подсказывает что он тоже не очень пигментирован да вот видите на палец наношу выглядит ярким но из него можно вполне сделать такой полупрозрачный красивый цвет и добиться довольно натурального эффекта вот это смотрите я сделала тоже с небольшим выходом за контур с помощью пальцев но очевидно что этот оттенок он наслаивается так что вы знаете я прихожу к выводу что если вам хочется несколько оттеночков в шикарной упаковке то вот эта палетка это прям хороший вариант потому что она сохраняет в себе именно классику герлин главное что довольно универсальные оттенки потому что с одной стороны они яркие но с других можно наносить прям очень полупрозрачное сейчас я попробую 3 вот этот вот коричнево-красный самый темный из красных и гляньте очень яркий даже нанеся его пальцем и попытавшись создать дырку я получаю довольно плотное покрытие вот такие яркие губы у меня получились и кстати что интересное в палетке я вообще не вижу кораллового потона а на себе его рассматриваю конкретно теперь посмотрим мои свочки да я нанесла на руки цвета и вы видите в общем попробуем их стереть так я не скажу что они супер стойки то есть палец в принципе их стирает снова остается и губы не будут голыми то есть даже если вы ее съедите кожа прям прилично окрашивается вот такие вот были мои новинки для губ от герлин обязательно напишите какой цвет на ваш взгляд не идет больше всего вот какая помада вам прям запала в душу про себя что из всех мне безумно понравился яркий коралловый цвет такой нежный довольно светлый звенящий немножко конфетные потому что все мои оттенки в последнее время это нечто более готическая но я жду ваше мнение по поводу цвета и по поводу формата совмещения обзоров косметики с какими-то болталками и раскрытием важных тем всем огромное спасибо за внимание всех целую всем пока